Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана в студии Аркина Лумбеков. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Кыргызстане отмечают День знаний. Школы распахнули свои двери для учеников. Мы все привыкли к докладам и рапортам чиновников от образования о том, что страна готова к новому учебному году. Главный показатель – это построенные новые или отремонтированные старые школы. Мы решили узнать, как обстоят дела со школами в новостройках Бишкека, где чаще всего нет дорог и электричества, не говоря уже о школе. Вот так начался учебный год для Гульмиры Сагалиева и ее дочки Айпери. Чтобы дойти пешком до школы, понадобится около 40 минут или проехать три остановки на автобусе. В этой новостройке, существующей уже 7 лет, нет ни школы, ни больницы. Хотя в соседнем жилмассиве есть учебное заведение. Правда, там обучают только на государственном языке. У нас есть в Караджигач тоже так же. Там кыргызская школа. А у нас нету. Мы едем туда, она русская школа. Ходим в школу. А так нет у нас школы. Первые дни Айпери до школы будет провожать мама. Но в зимнее время девочке придется ходить и возвращаться со школы самой, что в первую очередь небезопасно. У меня есть подружка, они учатся в Тунгучае, в Караджигаче. Хотим, чтобы в Алт-Норде тоже была школа. Не кыргызская, а русская школа. В зиме я боюсь ходить. Темно еще. Утром учиться. О том, что в зимнее время не только небезопасно, но и сложно добираться до школы, знают все школьники новостроек. Но не у всех родителей есть возможность встречать и провожать своих детишек. Зима будет, брат будет провожать. Приду я сама. О том, что учебных заведений не хватает, не скрывают и в управлении образования. Многие ученики, проживающие в новостройках, вынуждены ходить на занятия в соседние жилмассивы. Отсутствие школ не только проблема новостроек, отмечает начальник управления образования Айнагуль Ниязова. Необходимо строительство много школ. Но это не обязательно только в жилмассивах. Требуется строительство школ еще в центральных районах города. Потому что за последние годы ни одной школы не было построено, за последние 30 лет, во всяком случае, ни одной школы в центре города. Еще одна проблема – это школы, построенные по старым еще советским проектам. Мало того, что спортивные залы в таких школьных учреждениях малы по размерам, в некоторых школах нет даже столовых. В местном бюджете средств на переоборудование, как всегда, не хватает. Поэтому говорить о масштабной перестройке и тем более о строительстве новых учебных заведений пока рано. Ринат Шамсудинов, Абек Кулчуманов, Бишкек, Кыргызстан. Для детей, проживающих в районе Бишкекской церкви, полноценный учебный год начнется в октябре. Вовсе не потому, что так решили чиновники. Дело в том, что школа номер 33 еще не готова, чтобы принять учеников. Почему разбирался наш корреспондент? Теперь Алишеру придется ходить не 500 метров до школы, а все 3,5 тысячи. Скорее всего, это расстояние ему придется преодолевать на автобусах и маршрутках. Родная школа мальчика в ремонте, причем совсем непривычном для учебных заведений Бишкека, капитальном. Взялась мэрия за школу Алишера только когда почти случился несчастный случай. Обвалился потолок. Благо, не во время того, как внутри здания были дети. Просто такая маленькая трещина была. Не знаю, сказали этот. Перестройка будет. Но школа тоже могла бы разрушиться, может быть. Муниципалитет направил своих специалистов. Те подтвердили, школа в аварийном состоянии. Для ремонта учебного заведения были выделены 62 миллиона сомов. Сумма для Бишкека значительная. Для простой школы – запредельная. Впрочем, теперь это будет совсем другая. 33-я средняя. В два раза вместительнее благодаря третьему этажу. И со спортзалом, который не был предусмотрен в годы постройки. То есть в сороковые. Это значит, мы в будущем можем принять еще больше, два раза больше учеников. Мы год проучились в двух школах. И учебный процесс у нас шел, как и планировано. Учебному процессу это не влияло. Родители это все принимают с пониманием. Пока всех детей, а их более 600, разместили в 46-ю школу. На полтора месяца максимум. Их родная новая школа откроет свои двери 15 октября, так обещают в мэрии. Хотя сначала обещали закончить к первому сентября. Не свершилось. Так как хотим, чтобы мы качественно завершили процесс реконструкции, с благоустройством, проложением тротуаров и так далее. То есть не кусками сдавать. То есть мы хотели основную часть здания сдать, а потом спортивный зал доработать. Решили все полностью завершить и сдать ученикам. Аварийных школ, какой была 33-я, в городе больше нет. В муниципалитете твердят, что и не будет. Просто не дадут состариться до такой степени, когда учебное заведение становится в прямом смысле школой выживания. Иркин Алымбеков, Бакыт Кушалиев, Андрей Щелоков, Бишкек, Кыргызстан. Правильно? Очередной митинг в Бишкеке. Руководители общественных объединений требуют от властей в срочном порядке закрыть все игровые заведения в Кыргызстане. По их мнению, больше всего страдают родители учеников старших классов, которые пристрастились к игровым автоматам и казино. Кроме того, многие люди, чьи родственники страдают лудоманией, остались без квартир, машин и средств к существованию. Все свои имущества они проиграли или отдали за игровые долги. На недавней встрече неправительственных организаций, где обсуждалась эта острая социальная проблема, принял участие главный муфтий страны. Он поддержал инициативу закрытия игровых заведений, однако представители казино и игровых автоматов считают, что проблема не в том, что салоны игровых автоматов и казино открыто работают в Кыргызстане, а в самих людях. Около двух десятков человек приняли участие в мирном митинге возле парламента Кыргызстана. Они намерены начать сбор подписей и добиться закрытия игровых заведений. Мы говорим и призываем общественность Кыргызстана, призываем политиков и просим их оценить действительно тот ущерб, который они наносят в отношении семьи. Это идет преступление против конкретной семьи в Кыргызстане. А мы на сегодня говорим, что Кыргызстан сегодня, действительно семья в Кыргызстане сегодня настолько уязвимая, настолько нуждается в конкретной помощи. А горные заведения как раз таки являются обратным эффектом. Казино направлено не на маломущие населения, а на малолетние. Она направлена на более состоятельных граждан, иностранцев. Сейчас очень много иностранцев, которые играют в казино. Сейчас даже если зайдете посмотреть, очень много китайцев, казахов, россиян играет, турков много играет. Не надо говорить о том, что только наши местные ходят и все проигрывают. Парламент приступил к работе. В первый день после каникул депутаты показали, как сильно им не хватало встреч друг с другом в отпуске. Первый день парламента начался с выступлений депутатов, и чаще всего они выступали с обвинениями, либо в адрес своих коллег из других фракций, либо в адрес президента. Представители от фракции Таджурт обвиняли главу государства в превышении своих полномочий. Дескать, нет конституционных прав у Атумбаева и проводить конкурс среди претендентов в судебную ветвь власти. Тут же был обвинен депутат Атамикена в организации митингов в дни летних каникул, когда на внеочередную сессию должны были собраться депутаты. Тогда народных избранников внутрь парламента не пускали протестующие. Сегодня было предложено рассмотреть этот поступок как попытку госпереворота. Каких-либо конкретных решений по законопроектам парламент сегодня не принял. Хотя на повестке дня стоят такие вопросы, как выборы мэров городов. Пришло также время рассматривать бюджет республики на следующий год. В законе об основных принципах бюджетного права сказано, что за 4 месяца до начала финансового года, нового, а у нас он начинается с 1 января, бюджет должен был быть представлен парламентом. В стране, возможно, будет технический дефолт. Все проблемы этого года, они переносятся на весну следующего года. Таковы главные события, о которых мы хотели вам рассказать. Мы следим за ситуацией. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...